рада приветствовать вас на своем канале и сегодня будет видео о покупках и подарках лета как вы знаете снимаю я такое видео по сезонам этим летом покупок было не так много большинство из того что вы видите сейчас на своем экране это подарки моей рукодельной феи которая меня просто задарила приехала ко мне две посылочки первом месяце летом и отдыхали поэтому посылку получала галочка давидюк спасибо галочки огромное за беспокойство за то что она этим всем занималась и после приезда пока мы с галочкой смогли встретиться пока я смогла забрать эту всю посылку написала слова благодарности своей рукодельной феи оказалось что ко мне едет уже вторая посылочка поэтому я не стала снимать видео о подарках сразу подождала уже вторую ну а там уже было недалеко до конца лета поэтому решила подождать и сразу все снять так как и покупок не так много чтобы видео получилось чуть более объемным и более интересным я надеюсь для вас и для меня перебрать и посмотреть это все еще раз итак давайте начнем пожалуй с подарочков первым делом покажу вам наборчики от жар птицы вы уже видите что это зверята в кармашках но и не только зверята вышивала я уже наборчики подобного рода есть у меня видео на канале кому интересно ссылочку я оставлю внизу также моя рукодельная фея присылала мне эти кармашки и я говорила что очень понравилось мне вышивать и деткам понравилось и сейчас началась школа они опять ходят в рубашечках с вышивкой напомню что вышивала я именно на школьных рубашках на беленьких так я слышу много комплиментов от учителей от родителей которые видят эти кармашки очень интересно всем необычно мне доставляет массу удовольствия что люди замечают и обращают на это внимание ну и деткам конечно интереснее ходить в необычных рубашках не таких как ходят все своем видео я говорила что хотела бы еще и вышить кармашки благодаря моей рукодельной феи у меня появилось еще четыре вот таких вот милых наборчиков пока мы были в отпуске галочка доведюк забрала посылочку она мне присылала фото что в посылке до в посылочке еще были сладости но я не буду это показывать так как во первых это все не дожила до съемок видео ну а во вторых я не думаю что это так интересно интереснее смотреть все таки на наборчики и когда я показала фото деткам они так обрадовались им очень понравился енотик у меня сразу старший сын сказал что енотик будет ему ну конечно же я буду вышивать также как вышивала и прошлый раз то есть два раза первый раз я вышивала на водорастворимой конве которая была в наборе и второй раз из остатков ниточек на водорастворимом флизелине он каунтом немного поменьше сама вышивка получилось меньше и ниточек вполне хватает на 2 уменьшенный немного отшив поэтому жаль что на наборчиках нету названий сейчас не могу вспомнить как они называются вы можете видеть на экране артикул данных наборов но я думаю все и так прекрасно их уже знают в совушке у нас 11 цветов в енотике 10 такая у него забавная печенька так она мило держит лапками чудес так что обязательно буду украшать еще деткам рубашечки сзади как обычно ничего не видно и еще две вот такие вышивки если фламинго это уже точно будет моё то по поводу суккулентов я еще думаю напишите мне как вы думаете мальчиком подойдет такая вышивка или нет мне кажется это не совсем вроде как и женский но пока я сомневаюсь конечно но фламинго точно будет красоваться на моей рубашечке надеюсь к следующему лету я придумаю куда его себе вышить ну и возможно также суккуленты вышлю именно для себя пока еще вот такие вот четыре новых кармашка работы прибавилось спасибо моя дорогая за такой чудесный подарок ты порадовала не только меня но и деток для каждой мамы это пожалуй самое такое ценное и важное когда у меня не только о тебе но о детках спасибо но это конечно же еще не все покажу вам такой набор чаривно мыть он очень большой там он у меня сложенный я не знаю куда его поместить я еще не было набора такого большого формата это лист от 3 3 2 обычно поэтому показывая вам в таком виде не знаю как хочется чтобы вы увидели эту красивую мордашку будет шелестеть довольно такой шуршащий пакетик это то что я люблю да еще и называется взгляд чудесная чудесная кошечка будем называть его так кто со мной давно знает что я обожаю кошачьих обожаю глазки у животных в них можно увидеть огромную гамму чувств это уверенный сильный взгляд спокойный да я смотрю на работы которые у меня уже вышиты не придают мне сил уверенности и поддерживают меня думаю что и этот красавчик будет меня поддерживать своим взглядом обложка блику это и сложен был набор поэтому не очень хорошо можно рассмотреть напомню вам что это у нас фирма чаривно мыть называется взгляд и артикул а 159 чаривно мыть у меня есть серия взгляд там вышивка бисером мне не очень понравилось вышивать бисером по простой конве здесь у нас вышивка нитками особо я не заглядывалась на наборы фирмы чаривно мыть и сказать по правде даже не видела такого красавчика спасибо большое за этот подарочек обязательно буду вышивать я думаю что он чудесно будет смотреться со всеми остальными моими зверятами сзади набор выглядит таким образом мулине анкор в наборе артикул набора канва цвайгард размеры готовой работы 38 с половиной на 30 с половиной аида 14 аккаунта мулине анкор единственное мне не очень нравится 14 аккаунт если рассматривать обложку мне кажется очень сильно светит поэтому я думаю думаю что лучше заменить здесь канву на 16 и светить будет меньше и ниточек останутся нитки анкор у меня в планах еще есть наборы от анкор майя тоже в такой цветовой гамме так что думаю нитки мне пригодятся лишними не будут если что-нибудь останется ну и давайте покажу вам еще один набор которому их моей радости просто не было предела многие кто успели купить этот набор особенно в россии но к сожалению украине не так легко было достать этот наборчик мало завезли их украину и далеко не все кто хотели смогли купить но благодаря моей рукодельной фее у меня тоже есть эта красота и чудесные нежные цвета прекрасные цветы прекрасные калибри красивый веночек у меня уже начинает собираться коллекция венков у меня есть венок четырех сезонов это второй венок в мою коллекцию но планирую в будущем их дополнить еще и другими венками думаю вы все прекрасно знаете этот сюжет эту красоту не буду надолго останавливаться размер будущей работы 35 с половиной на 35 с половиной сантиметров венок и калибри артикул данного набора 35 132 и покажу вам покажу вам как это выглядит сзади вы только посмотрите какие цвета сколько цветов приятных ярких красивых думаю что вышивать такой наборчик будет одно наслаждение очень красочный сюжет как только захочется красивых красок надо будет обязательно начинать его вышивать заклеена к сожалению какая у нас здесь канва так на память не помню наверно наверно 18 мне кажется мелкая 18 канва и на что я обратила внимание смотрите год дизайна написано 2017 так не хочется чтоб сильно бликовал телефон по другому не получается обычно здесь внизу пишут год выхода дизайна 2017 но это дизайн у нас старенький какого года точно не помню но явно не 2017 я пересмотрела другие наборы которые у меня были из перевыпуска у меня есть белые розы и морской страж там год написан именно дизайна а почему здесь написали 2017 даже не знаю и интересная такая особенность была которая мне почему-то сразу бросилась в глаза так как мне было интересно как каком году изначально был выпущен этот дизайн вот такие вот чудесные наборчики у меня появились благодаря моей рукодельной феи радости моей нет пределам просто попадание в самую точку спасибо еще раз огромное за подарки ну и конечно же в первую очередь за нашу дружбу спасибо тебе дорогая я конечно уже писала слова благодарности но хотелось все таки поблагодарить и видео так как знаешь что ты будешь смотреть мое видео ну а теперь перейдем к покупкам которые я совершила этим летом их было не так много но тем не менее думаю будет интересно и начнем мы опять с торговой марки жар птица вы видите перед собой 5 наборчиков вышивка на пластиковой конве динозаврики все я думаю прекрасно знают уже эти наборы многие уже вышили кто-то еще вышивает ну и конечно же я не смогла устоять потому что младший сыночек у меня любит динозавриков как только я получила рассылку с новостями из интернет-магазина где говорилось что появились в наличии эти наборы буквально через час я уже сделала свой заказ так как некоторое время еще сомневалась 7 брать или все-таки взять только 4 потому что вот этот динозаврик ну не знаю мне кажется он самый такой неинтересный сомневалась я по поводу этого набора брать или нет советовалась с мужем советовалась конечно же с детками дети решили что лучше взять все пусть будут так сказать для компании я люблю серийную вышивку я люблю собирать серии так что если их 5 то пусть будет 5 для тех кто не знает артикул данного набора я вам покажу так по быстренькому сможете посмотреть в основном я думаю что все уже знают этих наборах разное количество цветов в каждом наборчике разные размеры у каждого набора и девочки рассказывали в своих видео что попадается пластиковая канва прозрачная и белая и от чего это зависит непонятно вроде бы как одна серия делали бы все таки на одной либо на прозрачной либо на белой коль уж вы делаете серию у меня кстати тоже оказалось что в одном наборе была прозрачная канва а в четырех остальных белая я быстрее всего буду вышивать на прозрачной потому что здесь есть такие места где вроде и не вырежешь мне кажется вот этот белый фон не к чему а так оно будет прозрачненькая тем более что картинки насколько я понимаю должны четко соответствует то есть если здесь дырочка то и здесь она именно в том же месте будет если динозавриков шить а вот по поводу оформления я еще думаю было у меня несколько идей как именно оформить ну пока еще думаю окончательное решение будет попозже для начала надо вышить ребенок просил чтобы я сразу начала их вышивать но пока у меня не так много дорожных проектов но уже началась школа уже начались кружки так что думаю что пойдут быстрее мои дорожные проекты и возможно в октябре я возьмусь уже за динозавриков ну а может кроме того у этих наборов удобный формат такой небольшой ношу я обычно свои дорожные проекты в таких небольших папочках он отлично помещается принципе схема я смотрела не очень сложная ну и цветов не так по много удобный органайзер с большими такими дырочками мы уже заглядывали ребенок сразу сказал мама давай посмотрим что там внутри ему было также интересно как и мне поэтому мы сразу вскрыли все наборчики проверила я канву и конечно же буду вышивать радовать ребенка пока ему интересно мое творчество то чем я занимаюсь пока появляются такие наборы которые интересно не только мамам вышивать но которые понравятся и нашим деткам надо вышивать надо радовать наших деток так что в ближайшем будущем будут выходить у меня видео и по таким вот динозавриком что касается жар птицы и динозавров это все и давайте перейдем к другим наборчиком первую очередь покажу вам маленький набор dimensions это пряничная серия собираю я пряничную серию планировала в этом году вышить всю но как вы видите появляются динозаврики и быстрее всего что пряничная серия моя отложится ну а может быть выше еще пару игрушек буду как-то чередовать динозавров с пряничками посмотрим такой вот снеговичок артикул набора 7008 896 и это даже уже не помню какая по счету игрушка но у меня есть еще не все игрушки из этой серии у меня не хватает второго снеговичка и 2 сант и эльфа не так легко найти но мне уже эльфика пообещали остатки так что думаю эльфа я вышью и так и осталось мне всего три наборчика докупить к этой серии в этом году уже понятно что я не успею вышить полностью всю эту серию значит буду вышивать следующем вот так выглядит этот наборчик сзади не так много ниточек две небольшие планшетки пластиковая канва мой набор был выпущен в 2017 году и насколько я могу видеть здесь по моему уже идет глянцевая схема сейчас бликует и не очень хорошо через обложку видно но я замечала в других наборах которые я перед этим покупала что наборах которые выпущены не так давно там уже идет глянцевая схема то есть не только в перевыпусках но и в тех наборах которые выпускаются сейчас то есть дименшенс полностью переходит на такую более на более обликующую схему это к сожалению не очень сильно радует ничего всегда можно сделать в принципе копию более в этих маленьких наборчиках кое-где схемки идут черно-белые ну и теперь самое интересное то что нравится многим большие наборчики дименшенс в основном это часто встречающиеся дизайны которые уже много кто вышел и много у кого они есть запасах не обошла это участь и меня покажу вам сразу не буду таить это северное сияние аврора кабин артикл 35212 прекрасный сюжет прекрасные работы получаются у девочек кто-то добавляет блеск в небо чтобы все еще светилась намного красивее размер будущей работы 40 на 30 сантиметров я пока еще не знаю буду ли я добавлять блеск или как я там что буду вышивать покажу вам как это выглядит сзади посмотрите сколько здесь ниточек довольно много дополнительных пасм черные темно-синих целых 44 здесь не в наборе аида шестнадцатого каунта грей и это у нас дизайн 2011 года это серенькая и к сожалению не видно какая схема наборчик выпущен 2017 году нельзя определить глянцевая здесь будет схема или нет я все равно дизайн gold коллекции я не могу вышивать без зачеркивания поэтому делаю всегда копий схем и вышиваю уже зачеркивая схемки для меня они сложноваты не могу я без зачеркивания поэтому даже если схема глянцевая думаю это не страшно распечатаю себе такую как мне будет удобно хочу вам немного рассказать историю покупки данного набора мои немного подождите я совсем забыла о еще одном наборе дименшинс который я купила этим летом вот такой вот наборчик с грузовичками праздничные грузовики собственно говоря из-за этого набора и делался заказ забыла потому что данный набор сейчас у меня находится в активных процессах смотрел у меня уже было видео с двумя вышитыми грузовичками сейчас я вышиваю 3 когда вышью все четыре покажу следующий отчет поэтому совсем забыла этом наборе артикл данного набора 7008 974 это дизайн 2018 года показываю вам только обложку так как понятное дело что он уже скрыт все разобрано кому интересно посмотреть комплектацию на канале есть видео обзор вместе с первым отчетом оставлю ссылочку внизу покупка делай собственно говоря из-за вот этих вот грузовичков я боялась что их быстро раскупят как и рождественские баночки которые быстро раскупили прошлом году когда они только появились но делать покупку из-за одного набора не хотелось поэтому думала чтобы еще прикупить на тот на тот момент мы были на отдыхе и я советовалась с мужем чтобы мне купить мне хотелось либо руки point купить либо вот этот вот сюжет которая купила чуть-чуть попозже также пионы и дельфиниумы нравится набор в общем долго я выбирала чтобы мне взять пару к грузовичкам показывала мужу и как-то он все забраковывал все ему не нравится все он не хотел все не то все не так и тут я вспомнила что давно когда еще и первый раз просматривала наборы dimensions и думала какой бы первый набор себе купить мне тогда подарили на день рождения деньги я выбирала себе подарок и пролистывая в интернет магазине набор им мужа заинтересовал как раз таки вот такой вот набор он сказал что очень интересный сюжет ему он понравился поэтому и в этот раз когда я поняла что ему ничего не нравится из того что хочу я на данный момент я ему предложила этот набор и он опять же обратил на него внимание он сказал все берем этот этот очень красивый он ему понравился и я теперь думаю возможно в следующем году в начале года возьму его в отшив чтобы вышить ко дню рождения супруга надо все таки вышивать то что нравится и ему а то он мне уже говорит что мы скоро замявкаем загавкаем сами квартире сплошные звери висят надо вышить это что будет нравиться ему но это пока еще только мысли я пока раздумываю знаю что довольно много отшива весь на youtube и возможно не так интересно будет следить за моим отшивом но все таки такая вот интересная история покупки так что этот дизайн он конечно нравился и мне но очень сильно понравился и мужем и теперь дизайн который нравится мне который муж изначально забраковал сказал сколько уже можно нового года вы видите это у нас новогодний дизайн и это вот такой вот санта с конфетками кто не знает я целый год вышиваю елочные игрушки вышиваю новогодние сюжеты и муж глядя на это уже как-то начал противиться то сколько же можно вышивать новогодние сюжеты но я не смогла удержаться последнее время мне очень сильно нравятся все санты и и к вопросу зачем закупаться покупать наборы наперед скажу что раньше я не так обращала внимание именно на сюжеты с людьми сантами когда я только начала покупать наборы я больше обращала внимание на сюжеты с животными у меня уже довольно много сюжетов куплено которые мне нравятся но со временем мой вкус все-таки немного расширился он не изменился мне все также нравятся животные покажу вам сейчас еще один наборчик но он стал пошире мне теперь нравится еще и пейзажи ну и в том числе мне начали нравиться просто безумно санты и если раньше в интернет-магазине спящий сант с котятами со щенятами был свободном доступе то когда я поняла что я хочу вышить сант себе побольше я к сожалению его уже не нашла его сняли с производства и сейчас он продается по каким-то сумасшедшим ценам хотя казалось бы наверное год или полтора назад его можно было купить в любом из магазинов очень жаль надеюсь что его перевыпустят ну или может быть он не попадется по приемлемой цене тогда обязательно куплю ну а пока купила вот такого вот санту артикул данного артикул данного набора 87 34 размер будущей картины 30 на 41 сантиметров посмотрите как это выглядит сзади огромное количество красных зеленых такой интересный темно-зеленый цвет и опять же не все видны ниточки есть дополнительные пасмы наверно у нас какой-то темно темный зеленый цвет черный дополнительных пасмах совсем посмотрите 55 штук ничего себе здесь вроде не так много черного может быть конечно на елочки все равно это же низ не видела что здесь так много черных и к он здесь 16 то не 14 то не 14 для которого необходимо ну гони так странно я рассматривала все нитки но на черный совсем не обратила внимание такие вот цвета ниточек канва дав грей чудесный санта планирую вскоре начинать вышивать еще одного санту раритетного подбором либо в конце осени либо в начале зимы так как ниточки у меня есть не все хочу начать ну а там будет видно сколько я смогу вышить своими остатками ну и конечно ну и конечно же буду вышивать и этого ну и движемся дальше последний наборчик это также gold коллекция такие вот котята большие коты называется набор артикул 3781 размер будущей работы 35 на 45 сантиметров это дизайн девяносто четвертого года здесь 14 каунт белой аиды и это мой первый наборчик который находится в такой подарочной сумочке у меня еще нету наборов такой комплектации очень было интересно посмотреть несмотря на то что наборчик довольно старый но он не пользуется особой популярностью поэтому его легко найти по довольно таким приятным ценам можно купить я долгое время смотрела на эти наборы они периодически появляются на сайте овел x и я долгое время думала надо он мне или не надо дело в том что дело в том что мне нравится здесь пять персонажей мне не нравится здесь верхний вот этот вот леопард или гепард как-то похожим на какую-то не знаю аппликацию вырезали морду из журнала и прилепили сюда то есть она здесь как-то негармонично смотрится и мне кажется только портит всю картину поэтому я не раз уже засматривалась на этот набор но всегда откладывала покупку но здесь он был совсем недорого и я решила что я немного переделаю сюжет а вернее я беру вот эту морду из него значит еще думаю нужны ли вот эти вот ветки или их также убрать думаю что надеюсь что мне удастся переработать здесь гриву пока еще схему не смотрела хотя есть схемы и в интернете вполне можно не открывая свой набор посмотреть съемку кроме того я еще думаю над вот этой вот травм очкой на стишу есть отшив и там делились впечатлением что вышивать вот эту вот рамку очень нудно не то чтобы сложно а именно нудно вы посмотрите какая она широкая по бокам даже немного шире чем снизу и сверху и я даже еще не знаю буду ли я вышивать эту рамку возможно вы еще просто черную и в дальнейшем посмотрю стоит ли вышивать серую или нет так что я таки определилась с этим дизайном нравится мне как тигр здесь красиво изображен посмотрите как он лапку поднял загнул и вообще красота здесь есть здесь есть практически все представители кошачьих тигр лев ирбис пантера это по-моему гепард с таким черненьким возле глазика единственное мне здесь не хватает рыси даже не знаю может посмотреть в каких-то других дизайнах если я где-то найду рысь сюда ставить на это так это уже совсем из области фантастики красивый профиль льва даже не знаю если здесь кто-то будет еще возможно это будет портить всю композицию кроме того лев кроме того лев у нас царь зверей он должен как бы быть во главе сверху а тут понимаешь а тут понимаешь ли над ним влепили какую-то морду непонятно общем такие у меня ощущения вышивать буду но буду все-таки переделывать не нравится хотя я и люблю взгляды животных но здесь какой-то он как аппликация выглядит как-то он неестественно вписался в эту картину поэтому долгое время сомневалась стоит ли покупать этот набор и что меня переубедила еще одна причина почему я купила вы посмотрите на эти нитки посмотрите какие огромные пучки какое огромное количество ниточек вот этот пучок здесь у нас целых 100 пасм номер 15388 это как раз тот цвет которым будет вышиваться рамочка по-любому даже если ее вышивать всю я думаю здесь очень много останется кроме того довольно большое количество коричневых цветов различных я люблю животных вышивать у меня есть еще в планах вышить много наборчиков которые уже сняты с производства если я их не смогу купить то надеюсь здесь что-то останется единственное что вот этот цвет мне кажется он не очень популярный я так просмотрела некоторые наборы которые я хочу вышивать и там этого цвета к сожалению нет я так надеялась что его много останется и он не пригодится кроме того написано что к 2 14 каунта мне кажется она какая-то помельче я сейчас вышиваю на 14 каунте паровоз но она просто какая-то огромная ну а может это просто через упаковку кажется что она помельче так вот такой вот наборчик большие котики интересный дизайн но который требует много доработки чтобы он полностью мне нравиться помогла мне приобрести этот наборчик моя сестричка лисичка так как находился он у продавца во львове мы с ней договорились я и в киеве покупала набор который ей нравился она мне там купила наборчик который мне понравился и потом мы обменялись с ней наборами спасибо тебе ну вот пожалуй все вот такая вот куча новых наборов у меня появилась этим летом чему я конечно же очень рада мне казалось что этим летом у меня было совсем мало покупок но как оказалось стопочка довольно внушительная благодаря конечно моей рукодельной фее которая пополнила значительно мои запасы тем не менее я вижу что на данный момент я стала покупать значительно меньше наборов это не связано с какой-либо диетой рукодельной видимо немного я уже присытилась во первых времени не так много остается на рукоделе а во вторых я вижу что не так быстро я к сожалению вышиваю крестиком как мне бы хотелось очень надеюсь что со временем я смогу развить скорость чтобы успеть вышить все то что мне нравится а нравится мне очень много чего ну а может быть связи с тем что запасы у меня довольно уже внушительные стали поэтому как-то меньше хочется чего покупать уже немного присыпился начинаешь более придирчиво относиться к наборам к тому нужны ли они тебе хочешь ты или нет я подолгу продумываю покупки поэтому покупок не так много получается кто-то за месяц покупает такую гору но у меня вот за целых три месяца и если вы еще не устали моего видео хочу вам рассказать интересную историю которая произошла со мной этим летом отдыхали мы под одессой и когда возвращались домой у нас поезд был из одессы а так как выселение из гостиницы было до обеда а поезд у нас был вечером поэтому мы отправились в одессу погулять немного по городу и муж решил мне сделать сюрприз очень неожиданный он подвел меня к одному зданию всунул в руки деньги и сказал иди отдыхай я не могла понять где я нахожусь что вообще происходит тут я поднимаю глаза и вижу что мы стоим перед оффлайн магазином голка кто знает есть у них интернет магазин довольно часто я делаю там свои покупки и тут и тут казалось бы муж мне предлагает попасть в рай дарует мне такую путевку в рай для рукодельниц но вы не поверите я растерялась кроме того я была такая уставшая уже не помню сколько мы там ехали на электричке по жаре до одессы потом мы съездили на экскурсию долго туда ехали долго назад уставшие и от поездки и от жары которая была на улице я настолько растерялась что я вышла из магазина ничего не купив я поняла что некоторые наборы которые казалось бы мне нравились но видимо не настолько сильно я их хотела купить был там набор от лука с сирень в корзине который мне очень нравится но я повертел его в руках увидев что там канва с несмываемой разметкой которая просвечивает через вышивку я решила что тратить не маленькую сумму на покупку набора плюс покупать потом новую канву это будет лишним и кроме того сделав заказ через интернет магазин у меня уже есть скидка постоянного покупателя то есть я думаю что я смогу этот набор еще купить в дальнейшем либо по каким-нибудь скидкам возможно в черную пятницу ну в общем решила я что пока мне этот набор не нужен были в магазине также наборы dimensions но посмотрев на цены я поняла что я не хочу их покупать так как купить в группе вконтакте либо сделать совместные закупки будет намного выгоднее поэтому тратить деньги сейчас только потому что они у меня есть в руках как-то не хотелось я позвонила мужу узнала можно ли мне сделать заказ через интернет и потратить эту сумму так он сказал что акция действительно только один день вышла из магазина отдала мужу деньги у него были круглые глаза он не ожидал от меня такого поступка сказать по правде я тоже не ожидала что я так сделаю видимо я уже дошла до той стадии когда я более тщательно подхожу к покупке я уже знаю что мне нравится я уже знаю что я хочу я более-менее определилась с производителями с сюжетами которые мне нравятся поэтому делать такие вот необдуманные покупки не так хочется но еще я заметила что находясь в компании когда вы заходите в флайн магазин с рукодельной подругой либо на выставке хендмэй экспо когда выходите не одни то там срабатывает какой-то я бы сказала холостатный наверное инстинкт когда ты видишь что он купили другие девочки тебе хочется также чего-нибудь прикупить поэтому ты что-нибудь обязательно возьмешь и с пустыми руками не выйдешь ну а здесь самой не так интересно ходить по таким магазинам такая вот история была у меня летом сама от себя не ожидала напишите бывает ли у вас такое что вы вроде и хотите что-то купить но не можете определиться что вам интересно что вам нравится бывало ли у вас такое что вы закидываете в корзину интернет магазина какие-то наборы а потом не покупаете закрываете сайт и просто забываете об этом кстати магазин голка в этом плане очень интересно делают если ты что-то забросил в корзину но не завершил заказ тебе через какое-то время начинают приходить на электронную почту потом смс на телефон что зайдите в магазин вы же там не завершили заказ может вы еще что-нибудь хотите очень интересная политика у них в этом плане ну а сейчас пожалуй не об этом видео и так получилось длинным но хотелось немного с вами поговорить буду ждать ваших комментариев на этом у меня пожалуй все благодарю вас всех за внимание я с вами не прощаюсь до новых встреч а